всем огромный при огромный привет я очень рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видеть ребят поговорим мы о канале семья колесниковых и об этой странной необычной семейки и видеоролик прям с таким громким названием то что к ним нагрянула проверка я уже знаете поди подумала что проверка у них пришла проверить их холодильник и узнать чем питаются их дети я прям так подумала ну ничего себе наверное проверяющие следят стремительно прям пристально не стремительно за их каналом и решили проверить как живет семья чем питается что у них есть в холодильнике как дети занимаются но нет оказывается пришли чуть там проверять по поводу вырубки какой-то ну в общем давайте начнем с самого начала и начал у нас как обычного светулечка у нас пришла домой продолжает снимать видео как она была на приеме у доктора и у них дети пришли со школы не собираются как папа сказал завтракать аля обедать ну как я и говорила что у них завтрак обед и ужин бывает три в одном и наверное мне дети бывает так что питаются один раз день наверное это если не ходят в школу мама накрывает на стол и говорит вот сейчас мы будем кушать картошку осталась картошка сейчас я ее кусочками порежу и мы будем кушать разогрею я не знаю как она ее разогревала но в такой тарелке до в большой миске лежала просто резаная картошка как она ее подогревала не знаю может быть просто в микроволновке но самое важное на столе тоже присутствовала это здоровая вот эти вот пачки с майонезом которые так найти смачненько выдавливались на эту картошку но еще были блинчики морковка которая наверное уродила в свет и она каждый раз все делает какие-то салатики корейские ну скорее себе потому что я думаю здесь такие салатики не едят мои точно никогда их не ели сама в детстве терпеть не могла морковку еще какую-то пряную да с перцем там с уксусом я терпеть такую не могла поэтому я думаю скорее этот салатик скорее для света и для для алёши но никак не для детей но на столе еще были блинчики и я думаю скорее всего эти блинчики были куплены в магазине возможно в светофоре может возможно в таком же магазине маяк как светофор потому что ну не особо я видела чтобы с аппетитом до кто-то из детей там эти блинчики прям лопал но света их ела и явно на их не сама делала потому что это я сделал такой вывод сама да потому что когда она что-то готовит там блинчики там или еще очень нибудь печенюшки какие-то она это показывает как она делает дети там рядом сидят тоже что-то мудрят но тут что-то я не видела чтобы она делала какие-то такие блинчики только она делала оладушки да а это какие-то прям внутри что ли с начинкой поэтому я сделала вывод что скорее всего света их купила возможно на мороженое в общем но чуть нам не показывали ну и папа задает вопросы дочери в кушала ли она в школе и он удивляется что это она два раза получается кушала и вот она только приперлась со школы уже опять хочет кушать и что она кушала я услышала в ответ что борщ гречка и как клетка ну как клетка папа там все пытался до перекривить как клетка как клетка зачем как будто в детстве дети ни у кого не говорили как клетки это вполне нормальный ответ хотя она уже большая девочка и должна говорить котлетка но он сам позорит свою дочь ну скажем так и я так знаете прямо обрадовалась думаю ну вот ребенок хотя бы в школе поезд котлеты хотя бы в школе поезд мясо ну понятное дело что в школе там тоже один процент мяса в той котлете но все же дома где вообще это мясо сосиски которые дети не хотят есть и говорят что они невкусные пустая картошка с майонезом даже не поджаренная а просто порезанная подогрета и зато там куча майонеза вот потом и говорят дети что болит животик вот от этого и болит когда покушали папа рассказал значится что было нагрянула какая-то комиссии что и так недавно эта комиссия у них была тогда когда была я наверное не смотрела еще их канал но мне надо вернуться и глянуть когда у нее была комиссия чего приезжала чего хотела что мне тоже интересно ну значит он и рассказывает что они ну обошли вокруг дома и якобы хозяева к ним не выходили на машина приехала и не ходили вокруг дома что-то там проверяли может быть они и не к ним приезжали и не их проверяли может быть там нужно было проверить может они там вырубкой леса занимают или что они там делают короче я таки не поняла зачем к ним приезжала комиссия и к ним ли она приезжала или просто вот это вот надо было поговорить на видео об этом ну и дальше у нас опять разговоры про консультацию про женскую консультацию про беременность светочки что якобы она не беременная и она же ясно сказала ну что за люди лёша удивляется света сказала что вот проблемы по-женски и она ходит лечиться и вот все пишут что вот беременна вы скрываете и якобы ну вот до беременна там через сколько-то месяцев будет ребенок но это будет неправда и потому что мы сказали правду но сушки раз зрители такое пишут значит у вас такие выкрунтасы уже с беременностью были неспроста люди как-то высказывает свои подозрения но слушайте потому что вы тоже еще те циркачи колесниковы вы сами провоцируете людей на такие комментарии потом лишние зачищаете но так как светка бегала с порошком у него был настолько плоский животик что там и близко даже ничего не скажешь но потом на следующий день он у нее надулся как барабан с какого интересно перепугу и вы знаете как то сейчас он даже немножко стал поменьше или мне показалось может быть он точно такой же как был и вчера и позавчера надутый и якобы что вот света поглаживает от того что ей болит живот в комментариях пишет кто-то продолжает ее поздравлять знаете я не на грамм не удивлюсь от того что если она и беременная потому что семейка действительно странная и меня нам много чего в этой семейке удивляет и вообще рассуждение папы смех на пустом ровном месте мамы когда кажется нужно плакать она смеется ну в общем необычная как я говорю странная семейка колесниковых в общем там у них еще есть видеоролики но я просто не хочу затягивать поэтому наверное следующем обзоре мы с вами поговорим о двух следующих видео на их канале ребята меня все я жду именно ваших комментариев относительно этого видеоролика и ваше мнение меня тоже очень интересует потому что я только начинаю смотреть и обозревать этот канал ну не прям сегодня но где-то около наверное всего дней десяти да я смотрю их видеоролики и все время до удивляюсь удивляюсь вот как они живут как они воспитывают детей а самое большое мое удивление и капец какое удивление это как питаются их дети да я забыла и вспомнила что папа еще сказал что он сделал зуб но он обязательно подметил что сейчас зрители скажут что детям не делаешь о себе делаешь и что сказал что детям тоже делаем зубы не делаем а лечим делать зубы ты будешь когда у тебя их не будет лёша ребят у меня все я жду ваших комментариев жду вашего мнения и всем как всегда прекраснейшего настроения позитивных эмоций любви добра понимания и также здоровья здоровья и еще раз здоровья берегите себя и своих близких обнимаясь сердцем и дышать всем пока